Совсем недавно Pyscript анонсировал свою собственную платформу, которая позволяет создавать веб-приложение и помещать Python-код внутрь HTML. То есть, если вам нужно вывести что-то на странице, написать какие-то функции, но вы не разбираетесь в JavaScript, то вы можете написать это на Python и Pyscript добавить всё это на страницу. В этом видео мы посмотрим возможности платформы и узнаем, на что она способна. Прямо сейчас я вывожу на экран те примеры, которые можно реализовать с помощью данной библиотеки. Причём весь этот код написан на Python и помещен внутрь HTML-кода. Самое интересное это то, что мы можем использовать Python в библиотеке. Например, реквест, чтобы отправить запросы прямо из нашей страницы. Также мы можем написать свою собственную игру и с помощью Pyscript сделать так, чтобы она была размещена на нашем сайте. И нам не нужно для этого переписывать Python-код. Помимо этого, в видео будет много других примеров. Один из них это создание интерактивной оболочки внутри данного проекта. Я советую досмотреть до самого конца, потому что я собрал самые интересные примеры, которые раскрывают возможности библиотеки. На канале также было видео с интересными примерами Pyscript, и вы можете его посмотреть после данного видео, чтобы ещё лучше понять принцип работы этой технологии. Но что же умеет делать Pyscript? Начнём с того, что вы можете запускать Python внутри браузера. Вы можете указать библиотеки, которые нужно использовать, и они будут автоматически установлены. Более того, вы можете использовать как и Python, так и JavaScript. Естественно, если вам нужно связать JavaScript с Python, и как-то взаимодействовать между объектами, используя при этом разные языки, то вы сможете это сделать. Вам не нужно рисовать кнопки и прочие элементы полностью с нуля. Вы можете взять те виджеты, которые были уже предоставлены. В той же документации есть полно примеров того, как можно это сделать. Но на что же способен этот проект? Давайте для начала перейдём на их платформу и создадим тестовый файл. Вы также можете работать с Pyscript напрямую, не используя платформу. Всё это я показывал в первом видео, которое вывожу в подсказке. Но уже в данном видео мы рассмотрим возможности платформы, которая была запущена, и также рассмотрим много интересных примеров. Итак, сразу после создания проекта мы получаем ровно три файла. Index.html служит для отображения страницы. Именно в него мы будем передавать наш Python код и формировать страницу. И также мы можем добавить связь с JavaScript кодом. В MainPy мы помещаем именно Python код, а уже в PyScript.tomal мы записываем все используемые библиотеки, то есть реквест, пиксель и так далее. В итоге платформа их установит и запустит этот код внутри HTML файла. Итак, изначально самый первый пример. Мы просто выводим HelloWorld через MainPy. Далее у нас есть PyScript.tomal. Здесь у нас пусто, потому что в MainPy у нас нет библиотек. Далее идёт Index.html. Изначально это название нашего проекта. Подключение базовых стилей, также скриптов, которые нужны для PyScript. И потом уже идёт наш код. Вот здесь вот мы подключаем PyScript.tomal. Если нужно сделать установку, то мы заходим в PyScript и ставим нужные либо. Это может быть реквест и так далее. Потом уже идёт подключение MainPy файла. И вот именно здесь у нас выполняется PrintHelloWorld. Если мы нажимаем на Run, то у нас сохраняется проект. И потом мы получаем такой вывод. Также у нас есть публичная страница нашего сайта. Если мы нажимаем вот сюда вот, то получаем ссылку. И далее мы можем делиться этой ссылкой для того, чтобы другие люди посмотрели на наш проект через PyScript. Также если нажать на ViewCode, то откроется платформа с данным кодом. Его можно будет клонировать и потом делать правки. Также давайте я добавлю табличку, я её раскомментирую. У нас сразу пошёл рендеринг и мы получаем такой результат. Потом я хочу скопировать данную ссылку, открыть режим инкогнито и запустить данную ссылку. Для того, чтобы проверить, что данная страница у нас публичная. Теперь представьте, что вам нужно отправлять запросы копии из данной страницы. Которая будет посылать запрос на определённый сайт, а потом делать вывод информации на страницу. Сейчас я сделаю запрос и получу статус ответа вместе с текстом. Итак, в итоге min.py файл у нас выглядит вот так вот. Изначально это функция currentTime, которая возвращает текущее время. Используем dateTime, который является стандартным. Мы его не указываем в PyScript. Но у нас есть вот такая вот библиотека, которую нужно указать в PyScript.tomal. Индекс HTML у нас остаётся точно такой же. Далее синхронная функция currentTime. Потом отправка запроса на данный ресурс. Тип запроса get. Получаем содержимое в виде джессона. И далее берём из этого джессона сначала статус, а потом само содержимое, то есть текст. В итоге изначально это daytime, то есть время, потом статус и также текст из словаря. Далее начинается самое интересное. Какие проекты можно сделать на этой библиотеке? Я покажу несколько примеров. Мы попробуем связать JavaScript код с Python. И также поместить игру, написанную на пиксель, внутрь HTML кода. Видео пиксель, я также добавляю подсказки. Итак, изначально мы можем создать подобную страницу. Если мы нажмём на ViewCode, то мы получим все стили и так далее, которые используются именно в данном приложении. Следующий пример это чтение Excel файла. Это у нас такая табличка. Давайте зайдём в код и посмотрим, как оно всё это читает. Итак, изначально мы патчим запросы для того, чтобы они могли работать с PyScript. Далее идёт ссылка на Excel файл. Потом мы его читаем, получаем вот такой вот объект через JS. И в HTML записываем то, что мы получили. И также очень классный пример это следующий сайт. Мы также указываем вот здесь вот t-email и пункт из выпадающего меню. В итоге это всё было записано вот здесь вот. Если мы не укажем email, то получим такое вот значение. Нажимаем на Reset и у нас изначально идёт пустой запрос. Также вот здесь вот написано, что мы можем отправлять с этой через пост запросы, если нам это нужно. Следующий пример это уже работа с базой данных. Итак, изначально у нас идёт Connect по данному пути. Потом создание таблицы и наполнение данными. Потом вывод и выполнение всех этих функций. Давайте я уберу данный код для того, чтобы это было более наглядно. Кстати, в индекс.html у нас используется интерактивная оболочка после main.py файла. И тот же pyscript.tomal здесь отсутствует, потому что у нас нет библиотек. И в итоге получаем только такой результат. Далее у нас остаются очень интересные примеры, которые ни в коем случае нельзя пропустить. Но перед тем, как мы продолжим, я хочу добавить несколько слов о своём курсе ООП. Точнее даже о его обновлении. Потому что сейчас идёт разработка глобального обновления для курса. Будет добавлено чуть ли не в два раза больше материала, чем есть сейчас. Хотя и сейчас данный курс содержит очень много материала. И там намного больше уроков, чем в других курсах ООП. Я пытаюсь раскрыть ООП максимально сильно. Итак, то, что есть уже в курсе, вы можете почитать по первой ссылке в описании. Также сейчас в подарок курсу идёт приват-канал и также приват-чат. После обновления курса я буду заниматься также заполнением приват-канала новыми видео. Там сейчас уже очень много инструментов и статей. Я также хочу делать отдельные видео чисто для приват-канала. Например, делать видео о защите пайтинг-программ и так далее. Также можно задавать рабочие вопросы напрямую в чат, либо же мне в личные сообщения. В том же чате мы часто обсуждаем боевые проекты и то, как лучше это реализовать. Но также я хочу рассказать о текущем обновлении. Сейчас идёт разработка большого обновления. Уже готово 100 примеров с кодом. Также 5 видео о принципах соли с максимально понятными примерами. Идёт разработка около 10 видео с шаблонами проектирования. Это самые полезные шаблоны, которые часто используют. И также отдельный приват-бот, который получат все участники чата. Там тоже будет дополнительный материал. Кроме того, улучшенная система домашних заданий. Она есть уже сейчас, но я решил её улучшить и проверять домашние задания индивидуально. Там такая структура курса, что просто нереально не выучить ОП. Но также после этого обновления будет ещё 15 видео о паттернах, потом антипаттерны, метаклассы и так далее. Я думаю, что будет ещё около 5 глобальных обновлений. И потом я займусь обновлением приват-канала и добавлением видео, которые смогут смотреть участники этого чата. Поэтому, если вам это интересно, вы можете записаться прямо сейчас, для того, чтобы потом бесплатно получить все следующие обновления. Также доступ выдаётся навсегда, и вы сможете постоянно получать новый материал, как и в приват-канале, так и в курсе ОП. Изначально это вот такой вот пример. Main.py файли у нас вообще пусто. У нас есть только индекс.html. Здесь у нас теги h1, потом div. И также мы делаем вот такой вот момент. Мы создаём интерактивную оболочку и делаем вывод интерактивной оболочки в данный div. В итоге мы записываем вот здесь вот код, нажимаем на Enter и получаем такой результат. Весь наш код отображается выше, потому что именно вот здесь вот у нас находится div-блок. И далее уже идёт пример с нашей игрой. Сам код приложения у нас находится в Main. В Pyscript нам нужно установить пиксель. Потом у нас идёт скрипт для установки. И также индекс.html, где всё это прописано. Здесь у нас идёт интеграция пикселя в Pyscript. Это всё можно найти в документации пикселя. И потом у нас идёт вывод содержимого уже на сам сайт. Также стоит добавить и минусы этого проекта. Начнём с того, что все приложения очень долго загружаются. Сам проект очень прикольный, если в нём разобраться, то можно изучить очень классные технологии и понять, как всё это работает. Но данный проект можно использовать чисто в образовательных целях, так как писать на нём сайты практически невозможно. Даже элементарный сайт будет загружаться просто по 10-20 секунд. Мне также интересно ваше мнение по поводу этого проекта. Как вы думаете, может ли он в дальнейшем как-то повлиять на эту сферу и внести свой вклад? Или же у проекта вообще нет шансов, чтобы занять хоть какое-то место на этом рынке? Мне будет интересно услышать именно ваше мнение. Поэтому напишите об этом в комментариях. Также я готовлю очень крутое видео, мне очень часто пишут об этом в комментариях. Поэтому давайте наберём 3000 лайков, чтобы это послужило мотивацией. Также не забывайте смотреть видео из подсказок и переходить на канал. Там очень много полезного материала.